Сегодня хотелось бы говорить про апперкот и опять у нас тема там подняли. Работа корпус-голова. Вообще работа по корпусу. Сегодня поговорим, рассмотрим парочку упражнений. Работа апперкотами это не значит, что мальчистово должно уйти и вот так вот с внешней стороны бить. То есть по апперкотам можно работать именно в момент разреза, именно когда идет в разрез комбинат удара. Мы сначала сделаем подводящее упражнение. Получается два апперкота, уклон. Просто два апперкота, уклон. И тоже продолжаем. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два. Все отлично. Мы работали по прямым ударам. Посмотрите в видео урок про прямых ударов тоже. Там то же самое, а такая чуть-чуть другая работа. В принципе принцип один. Теперь давайте, теперь мы добавляем во время уклона. Мы должны, когда я держу лапу. Раз, два. Я набрасываю прямую, у меня лапа здесь. И в момент уклона парнюр отрабатывает еще апперкот. Хорошо. Опять про то, что я говорил. Зачем нам делать... Дай прямой удар. Зачем нам делать, допустим, уклон и отсюда работать. Когда я могу сделать уклон, в момент уже уклона начинать атаковать. Прямой, прям, боковой, снизу. Это нас ущет. Плюс при апперкотах это еще сложнее, чем при прямых ударах. Когда идет смещение корпуса, у нас всегда апперкот, он идет где-то как-то по кривой, куда-то улетает. И опять мы работаем. Я делаю смещение, а апперкот уходит ровно по всей линии, там, где подбородок соперника. Теперь чисто уклон, апперкот. Я набрасываю аккуратно, набрасываю. И апперкот. Другой рукой. И пошли. Раз, раз, раз. И покачать корпус. Опять, что учит, да, мы уходим, убирая корпус и делаем сразу же в разрез, в разрез удар, апперкот. Здесь может быть даже еще опаснее, чем прямой удар, потому что при прямом ударе я могу, допустим, атаковать рука где-то будет здесь, подбородок. А снизу она проходит, рассекает, ровно туда в подбородок поднимаем. Добавим, начало теперь сделали классический вариант, когда мы делаем уклон в внешнюю сторону и бьем внешней рукой. Отсюда. И уклон, и внизу. Ага. Раз, два. Раз, два. Раз, два. То есть это уже идет под руку сюда. Теперь так, я набрасываю, так чуть пошустрее, давай. Теперь обратим внимание, знаете, вот человек вот уходит, да, и у него получается вот эта рука пустует при уклоне. То есть он делает такое движение, оп, раз, раз. И как раз, когда мы уходим, у нас плечо впереди. Почему вы отсюда не ударите апперкот? Раз, два. 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 Вот. Тут же ухожу, опять же, это же рукой атакую. Раз. Раз, два. Раз, два. Раз, два. То есть я отбираю, я сразу работаю. Очень хорошая работа, попробуйте. Следующее мы делаем. Теперь мы уже работаем, когда я уже атакую джепом. Парнер работает передней дальней рукой сразу с уклона. Раз, два. Раз, два. То есть эта работа, она, мы должны рассматривать, сказать, таким образом, как при джепе я должен носить прямые удары, корпус, голова. Также я должен делать снизу, снизу. Также я должен делать с боковой, боковой. То есть, в принципе, разницы никакой. Подальнюю руку. Я ставлю дальнюю. Снизу, снизу. Раз. И дальше снизу. Два. Ага. Раз, два. Раз, два. Все, отлично. Сейчас сделаем сразу комбинацию, когда будем тройками бить. Последний. Делаем эту комбинацию. Раз, два. Почти. И побросаем, партнер. Чтобы он постоянно бил разрез. Смещение, смещение. Все. Все, такой небольшой сегодня такой обзорчик про апперкоты, как работать с уклоном апперкоты. Следующий мы сделаем при нырке. Были уроки. Были вопросы про нырок. И как раз сейчас объяснил, как вот нырок тренировать, и всех лучших сильно с апперкотом его сделать. Чтоб было вообще хорошо. Так что, подписываемся на канал Клетка, на мой инстаграм. Смотрим, следим за новостями. Все. Всем, увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok